книга открытым оком тема священства том 5 вопрос 1432 в газетах пишут иногда одно потом другое так о местном епископе писали что он буйствует самодурствует по отношению священников срывает кресты и рясы а потом другие люди пишут что он на самом деле кратчайший человек и ему просто нет равных во всей московской патриархии его избрал сам патриарх и благословил чтобы он окормлял такой большой край как алтай так что же есть на самом деле отвечает игнатий тихонович лавкин относительно того что сорвал крест отца павла ермоленко из камня на обе на это есть живые свидетели тому а что пишут другие то и к ним нужно прислушаться что они имеют в виду когда говорят одно то что начинают этим эксцессом давать чисто патриархийное объяснение что где все это ложь что это происки зарубежной церкви что это враги церкви пишут одно это объяснение говорит что защитники епископов лгут и в другом практически же во всем лицемерят и лгут что происходит в епархии это достойно пира шекспира а не место благодати слово окормлять так звучно характеризует тех кто кормится в подручных у архиереев они получают на прокорм прикормленные окормляются раньше цк партии выбирала из шести кандидатуру епископы самых лояльных к советской власти то есть самых бесхребетных самых лютых карьеристов и готовых выполнять любое повеление своих хозяев чего изволитесь вот так и выбирают сегодня но уже не партия а синод который по словам отца глеба и кунина есть пятый отдел кгб их агитпункт когда стали известны их агентурные клички вот такого они и выберут чтобы он как в народе говорят не в зуб ногой а вернее только этим зубодробительством и занимается как оренбургский никон прославлен при жизни провонял на весь мир год епископа максима противоречивыми деяниями отмечено правление нового владыки барнаульского алтайской епархии последние несколько месяцев барнаульско алтайской епархии происходят события вызывающие недоумение и тревогу широкой общественности одно за другим следует лишение креста снятия с должности настоятеля храма храмов опечатывания церковных касс причем нередко эти события разворачиваются не на периферии вокруг малоизвестных фигур а в самом сердце епархии барнауле и касаются столпов алтайского православия одна купель и одна касса на крещение господня 19 января в барнауле был удивительно светлый праздник собравший вместе тысячи людей предводительствуемые владыкой максимом барнаульцы проследовали крестным ходом по улицам родного города каби и многие из них приняли крещение в водах великой сибирской реки освященной епископом такое случилось впервые за несколько последних десятилетий кавычки открываются этот крестный ход исключительная заслуга преосвященнейшего владыки максима кавычки закрываются говорит секретарь епархии настоятель никольского храма протоиерей михаил капранов по его словам многие представители духовенства не были уверены в успехе возрождения традиции но владыке удалось переломить события между тем сам отец михаил столь высоко отозвавшийся о деяниях епископа и окормляемый им приход с некоторых пор попали в милость к владыке корреспонденты с к свободный курс были свидетелями того как 20 декабря прошлого года в никольском храме по распоряжению при освящении при освящении нишева опечатывалась касса присутствовавшие при этом его предстоятель отец алексей крючков от каких-либо комментариев отказался сославшись на отсутствие благословения владыки такая же участь постигла в течение года покровский собор и знаменский женский монастырь управлявшие в соборе до приезда владыки максима протеерей николай войтович и настоятельница монастыря матушка надежда чанова получили порицание епископа за что недоумевает народ а в ответ молчание воды ползут по городам и весям края слухи один фантастичнее другого название заголовок с духовным наставником алтаю повезло автор пришедшего в редакцию свободного курса письма валентин зайцев винить журналистов двоеточек ручки открываются в последнее время в алтайских газетах периодически начали появляться статьи критикующую местную православную церковь и ее предстоятеля епископа барнаульского и алтайского максима возникает ощущение что идет намеренная травля преосвященного кавычки закрыты и даша кузьмина в московском комсомольце на алтае номер 1 и 2 за 2003 год своей статье в разумление под новый год от и своей статье в разумление под новый год от епископа пишет что владыка максим якобы отбирает деньги у храмов для того чтобы отослать их в москву для оплаты за свое епископство неужели патриарху как такое как только такое могло прийти ей в голову кавычки закрыты все обвинения в алтайских газетах в адрес церкви и преосвященного владыки сплошная несуразица и ложь считает автор письма краю повезло с духовным наставником он высоко оценивает личностные качества владыки максима истинно достойный монах проявивший себя на ниве служения господу человек высочайшей морали глубок глубокого смирения образования и в то же время хороший организатор и хозяйственник наследство ему от прежнего епископа безвременного ушедшего владыки антония досталось богатая но сложно отсюда по мнению валентина зайцева и все проблемы кавычки открываются люди просили у владыки антония открывать побольше храмов на алтайской земле и получали их стало катастрофически не хватать священников и владыкой с епархиальным советом было принято решение рукополагать во священство прихожан не имеющих духовного образования но истинно верующих но среди рукоположенных оказали к сожалению случайные люди самочинно вводили новшества импровизировали во время службы недостойно вели себя с прихожанами не проявляя к ближнему любви завещанную господом были даже случаи когда на службу приходили пьяными а некоторые превращали свою деятельность священников проповедь национализма и сели среди прихожан недоверия и к светским и к церковным властям промысел помог многим исправиться а с некоторыми необходимо было расстаться принимать это неприятное решение выпало уже владыки максиму кавычки закрываются в эти дни исполняется год с момента вступления в должность епископа барнаульского и алтайского преосвященного владыки максима дистанция заметим что свободный курс был одним из немногих изданий которая не вмешивалась в церковные дела видимо по этой причине автор письма решил изложить свое видение происходящего в нашей газете и казалось бы разъяснил ситуацию действительно существует в огромной алтайской епархии проблема кадров и чистоты веры для того и открывал свое время владыка антони в барнауле духовное училище чтобы восполнить этот пробел только к столпам алтайского духовенства попавших попавшим в опалу у владыки максима это никакого отношения не имеет кассы самых крупных храмов барнаула опечатываются насколько известно свободному курсу для того чтобы централизовать средства в епархии что вызывает неприятие не только священников но и прихожан интеллигентная публика отказывается жертвовать епархии у никульского прихода были планы по дальнейшей реконструкции храма являющегося памятнем культуры и архитектуры барнаула среди прихожан покровского собора идут разговоры о том что благочинного иеромонаха романа корнева отстранили от должности и сослали в коробейниковский монастырь а бывшего председателя приходского совета отца николая войтовича лишили права ношения митры и второго креста чтобы освободить место в храме родственнику епископа отцу владимиру здесь же служит еще один родственник отец алексей с другой стороны ходят слухи о больших финансовых злоупотреблениях в покровском храме за это мол и был наказан протеерей николай войтович лишившийся многих церковных наград которые ему впрочем постепенно возвращают идет следствие при этом бухгалтер остается на месте а в среде прихожан обсуждается фантастическая для барнаула сумма жалования 5000 долларов которую якобы положил новому благочинному собора мужу своей сестры владыка максим что произошло на самом деле никто не знает бывший редактор газеты алтайская миссия вера ворсина признается что после того как есть самой лицу нематериально ответственному попытались предъявить финансовые претензии она начала сомневаться в справедливости обвинений выдвинутых против других узнать об истинных целях принимаемых решений от владыки журналистам попросту невозможно автор этого материала в течение двух месяцев добивался встречи с епископом чтобы получить комментарий о ситуации в покровской церкви села быстрый исток прихожане которой 1350 человек в письме к владыке просили вернуть крест священнику отцу борису тарасову но дальше обещание с референдум при освященного дела не пошло автором письма из быстрого истока владыка тоже не ответил тамошняя церковная община до сих пор пребывает в недоумении и надежде что ей что-то разъяснял корреспондент уже свободного курса референтом сергием гончаровым было рекомендовано не поддерживать прихожан а безоговорочно встать на сторону эпохиального управления на вопрос почему сергей михайлович ответил лаконично весомо потому что мы здесь выше и умнее но разве можно в церкви жить по закону курятника попасть на прием к владыке вообще достаточно сложно и мирянам и священнослужителям и жаждущие общения со своим архипастырем просиживают часами по дверью приемная но если кому повезет говорят общение может оказаться и весьма душевным все зависит от настроения владыки что привнес в жизнь православных алтая в отношении между церковью и обществом первый год правления владыки максима отзывы на сей счет достаточно противоречивых у многих верующих вызывает недоумение нежелание владыки разъяснять пастве принимаемые им решения на пользу ли это и церкви и обществу в целом тамара дмитриенко кавычки открываются митра головной убор епископа и некоторых заслуженных священников надеваемые во время богослужения надречной купелью девятнадцатого января православное духовенство варнаула пребывала в благоговейном единении перед их господом протоиерей михаил капранов по правую руку от владыки протоиерей николай войтович по левую глядя на эту идиллию человеку непосвященному и в голову не приходило что правящую священник что правящую верхушку епархии раздирают противоречия справка газеты свободный курс в алтайском крае насчитывается около 200 православных приходов около 300 священнослужителей более 100 тысяч жителей регулярно и перед или периодически бывают в храмах свободный курс номер 6 от 6 февраля 2003 года страница 14 еще статья вновь нападки на церковь верующие края и церковные притчи долго ждали нового назначения на место неожиданно умершего владыки антония священный синод не торопился тщательно подбирал на этот важнейший пост церковной иерархической лестнице истина достойного монаха проявившего себя на ниве служения господу нужен был человек высочайшей морали глубокого смирения и в то же время хороший организатор и хозяйственник и конечно же высоко образованный глубоко верующий молитвенник отобрали ни одного кандидата затем тщательно изучали каждого в конце концов остановились на игумене максиме преподаватели тобольской духовной семинарии он обладал всеми перечисленными достоинствами за плечами семинария академия защита кандидатской диссертации наследство от прежнего владыки досталось богатое но и сложное но неисправившиеся люди даже уйти достойно не сумели начали писать по инстанциям не жалобы но и кляузы в том числе и в газеты некоторые журналисты почуяв запах жареных фактов ринулись по церквам а так как благословения на интервью они нигде не получили то довольствовались теми фактами которые изложили в своих письмах клеветники так и появились разоблачительные статьи в алтайских газетах но постепенно разоблачительный накал этих писаний перешел на личность патриарха и всю русскую православную церковь но по ходу этой статьи становится непонятным откуда ветер дует в пример в кавычках чистоты ставится русская зарубежная церковь а она как известно никакого канонического отношения к русской православной церкви не имеет то есть не владыка максим уже объект критики но сеется недоверия к русской православной церкви вообще и кажется уже не странным что эти в кавычках правда искательские статьи появляются во время кампании многочисленных нападок прессы на церковь по поводу школьного предмета основу православной культуры несмотря на большую за на занятость ведь владыка максим руководит обширным ипархиальным хозяйством края в то же время сам ведет службы в храмах одновременно он ректор духовного училища главный редактор газеты алтайская миссия находит время и для приема граждан внимательно выслушает даст духовные советы наставления если в его силах то поможет в чем-либо мне простому верующему пришедшему по личному делу еще летом владыка уделил часа полтора в разговоре он был мягок добродушен чрезвычайно внимателен впрочем как и полагается монаху и наводит порядок своей епархии также спокойно по деловому а в критических газетных статьях владыка максим прямо таки фантомас разбушевался в кавычках два слова сейчас владыке максимум очень тяжело тяжелые финансовые проблемы в епархии при первой беседе с ним я посочувствовал большие долги вам достались они меня смиряют проговорил он доверительно как верующие верующим этой небольшой фразы для меня было достаточно чтобы понять на этот раз нашему краю повезло с епископом каждый воцерковленный мирянин знает что критиковать священнослужителя большой грех тот кто истинно хочет помочь должен молиться в писаниях мужей апостольских святой игнатий тот самый кого ребенком носил на руках господь иисус христос говорит смотрите на епископа как на самого христа эти слова богоносца относятся как к священникам так и к мирянам а в книге правил говорится кто критикует епископа тот отлучается от церкви однако тех газетчиков которые критиковали при освященного отлучать не надо они и без того вне церкви тогда что же их подвигает к нападкам все обвинения в алтайских газетах в адрес церкви и при освященнейшего владыки сплошная не сурарится и ложь я не буду разбирать эти статьи и тем самым добавлять масло в огонь да и страшусь как бы своими опровержениями не организовать два противоборствующих лагеря чего и добиваются вольно или невольно люди затеявшие клевету на церковь и владыку впрочем я не удивлюсь если окажется что все эти статьи заказные и направлены на раскол церкви я шесть лет публикую свои статьи на православные темы в различных изданиях а потому знаю жизнь приходов не понаслышке могу твердо утверждать что высокая мораль осталась лишь в лоне церкви так не покушайтесь же на этот последний островок нравственности поверьте церковь сама разберется своих проблемах и справиться как разбиралась и справлялась в течение двух тысяч лет валентина зайцев редактор газеты надежда номер 6 от 5 февраля 2003 года